Авиация зародилась в 1903 году, когда самолет братьев Райт, Флайер-1, впервые поднялся в небо. Первый самолет продержался в воздухе всего 12 секунд и пролетел 37 метров. Привет, дорогие «Хочузнайки», с вами канал «Хочу Знать». Современные самолеты имеют намного более высокие характеристики. Например, «Барбандия Глоубл 7500» имеет дальность полета около 14 тысяч километров. А «Локхит СР-71А» может развивать скорость 3500 километров в час. Но ни один из них не может сравниться с авиационным рекордсменом, который побил около 110 мировых рекордов. Этот воздушный «Титан» не взлетает, а отталкивается от земли. Это не самолет, а мечта. Знакомьтесь, «Мрия», «Ан-225», «Мрия», в переводе с украинского «Мечта», является самым тяжелым грузоподъемным самолетом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Максимальный взлетный вес воздушного судна составляет 640 тонн. Причиной постройки «Ан-225» была необходимость создания авиационной транспортной системы для проекта советского многоразового космического корабля «Буран». Самолет существует в единственном экземпляре. Самолет был спроектирован в СССР и построен в 1988 году на Киевском механическом заводе. «Мрия» установила мировой рекорд взлетного веса и грузоподъемности. 22 марта 1989 года «Ан-225» совершил полет с грузом 156,3 тонны, побив тем самым одновременно 110 мировых авиационных рекордов, что является рекордом самого по себе. С начала эксплуатации самолет налетал 3740 часов. Если предположить, что средняя скорость перелетов с учетом взлета, набора высоты, крейсерного полета — это режим полета с постоянной скоростью, снижение, заходы на посадку — составляет около 500 км в час, то можно посчитать примерное значение пройденного километража. 500 умножаем на 3740 часов — получаем 1 870 000 км. Более 46 витков вокруг Земли по экватору. Масштабы «Ан-225» поражают. Длина самолета — 84 метра, высота — 18 метров, как шестиэтажный четырехподъездный дом. Если взять за основу самый большой из «Боингов» 747-800, то длина «Ан-225» будет больше на 8 метров, а размах крыла — на 20 метров. По сравнению с «Аэробус А380» «Мрия» длиннее на 11 метров. По размаху крыла превосходит его почти на 9 метров. Такое случается, что у аэропорта нет соответствующей стоянки для столь большого самолета, и его ставят прямо на ВПП. Разумеется, речь идет о запасной взлетно-посадочной полосе, если таковая имеется у аэропорта. Единственный самолет, превосходящий «Ан-225» по размаху крыла — это «Хьюз-H4 Геркулес», который относится к классу летающих лодок. В воздух судно поднималось всего один раз в 1947 году. История этого самолета нашла отражение в фильме «Авиатор». Так как сам космический корабль «Буран» и блоки ракеты-носителя «Энергия» имели габариты, превосходящие размеры грузового отсека «Мрии», на новом самолете предусматривалось крепление грузов снаружи. Помимо этого, планировалось, что самолет будет использован как первая ступень при старте космического корабля. На самолете установлены шесть двигателей «Д-18Т». На взлетном режиме каждый двигатель развивает тягу 23,4 тонны, или 230 кН. То есть суммарная тяга всех шести двигателей составляет 140,5 тонны — 1380 кН. Можно предположить, что каждый двигатель на взлетном режиме развивает мощность около 12500 л.с. Двигатели «Д-18Т» самолета «Ан-225» — те же, что и на «Ан-124 Руслан». Высота такого двигателя — 3 метра, ширина — 2,8 метра, а вес — более 4 тонн. Система запуска воздушная, с электрическим автоматическим управлением. Вспомогательная силовая установка, состоящая из двух турбоагрегаторов «ТА-12», установленных в левом и правом обтекателях шасси, обеспечивает автономное питание всех систем и запуск двигателей. Масса топлива в баках составляет 365 тонн. Оно размещается в 13 крыльевых баках. Самолет может оставаться в воздухе 18 часов и преодолевать расстояние свыше 15 тысяч километров. Время заправки такой машины колеблется в диапазоне от получаса до полутора суток. А количество заправщиков зависит от их вместимости — от 5 до 50 тонн, то есть от 7 до 70 заправщиков. Расход топлива самолета составляет 15,9 тонны час в крейсерном режиме. При полной загрузке самолет может находиться в небе без дозаправки не более двух часов. Шасси включает двухстоечную носовую и 14-стоечную главную — по 7 стоек с каждой стороны опоры. На каждой стойке размещено по два колеса, итого 32 колеса. Колеса требуют замены каждые 90 посадок. Шины для МРИ производятся на Ярославском шинном заводе. Цена одной шины составляет около 1000 долларов, примерно 76 тысяч рублей. На носовой стойке колеса размерами 1120 на 450 мм, а на главные колеса размерами 1270 на 510 мм. Давление внутри составляет 12 атмосфер. С 2001 года Ан-225 выполняет космические грузовые перевозки в составе авиакомпании Антонов Эйрлайнс. Размеры грузовой кабины. Длина — 43 метра, ширина — 6,4 метра, высота — 4,4 метра. Грузовая кабина самолета герметична, что позволяет осуществлять перевозку грузов различного типа. Внутри кабины можно разместить 16 стандартных контейнеров, до 80 легковых автомобилей и даже большегрузные самосвалы типа БелАЗ. Здесь достаточно пространства, чтобы поместился весь корпус Boeing 737. Доступ в грузовой отсек осуществляется через носовую часть самолета, которая откидывается вверх. Процесс открытия-закрытия рампы грузового отсека занимает не более 10 минут. Для раскладывания этой рампы самолет осуществляет так называемый «поклон слона». Передняя стойка шасси отклоняется вперед, а вес самолета переносится на вспомогательные опоры, которые установлены под передним порогом грузовой кабины. Данный способ загрузки имеет ряд преимуществ в сравнении с Boeing 747, загрузка на которой осуществляется через отсек в боковой части фюзеляжа. MRIA — это рекордсмен по весу перевозимого груза. Коммерческого — 247 тонн, что в 4 раза больше максимальной полетной нагрузки Boeing 747. Коммерческого моногруза — 187,6 тонны. И абсолютный рекорд грузоподъемности — 253,8 тонны. 10 июня 2010 года был перевезен самый длинномерный груз в истории воздушных транспортировок. Две лопасти ветряка длиной 42,1 метра каждая. Самолет оборудован бортовым погрузочным комплексом, состоящим из четырех подъемных механизмов, грузоподъемностью каждого в 5 тонн. Кроме того, предусмотрены две напольные лебедки для погрузки несамоходной колесной техники и грузов на погрузочной эстакаде. Для обеспечения разворотов при движении самолета по земле четыре последних ряда стоек основной опоры выполнены ориентируемыми. Пассажирский отсек разделен на две части. В передней находится экипаж самолета, а в задней — сопровождающий и обслуживающий персонал. Герметизация кабин раздельная, они разделены крылом. Задняя часть кабины сопровождающих предназначена для приема пищи, работы с технической документацией и проведения конференций. В самолете предусмотрено 18 мест для отдыха членов экипажа и членов инженерно-технической бригады, шесть мест в передней кабине и 12 в задней. Самая удаленная точка от базового аэропорта, в которой удавалось побывать самолету, это остров Таити, входящий в состав французской Полинезии. Расстояние по кратчайшей дуге земного шара около 16 400 километров. Контроль массы и центровки упрощается за счет установки на шасси системы измерения весовых нагрузок. Экипаж самолета состоит из шести человек. Командира воздушного судна, второго пилота, штурмана, старшего бортинженера, бортинженера по авиационному оборудованию и бортрадиста. Управление самолетом бустерное, то есть рулевые поверхности отклоняются исключительно с помощью гидравлических рулевых приборов, при отказе которых управлять самолетом вручную с увеличением необходимых усилий просто невозможно. Поэтому применено четырехкратное резервирование. Механическая часть системы управления, штурвалы и педали до гидравлических рулевых приводов, состоит из жестких тяг и тросов. Общая длина этих тросов составляет система управления элеронами в фюзеляже. Это одна из подвижных поверхностей задних частей крыльев самолета, укрепленная на шарнирах и предназначенная для устранения крена машины при горизонтальном полете и при поворотах в воздухе, около 30 метров. Каждой консоли крыла, левый и правый, приблизительно по 35 метров. Системы управления рулем высоты и рулем направления около 65 метров каждый. При пустом самолете для взлета и посадки достаточно 2400 метров взлетно-посадочной полосы. Взлет с максимальным весом 3500 метров. Посадка с максимальным весом 3300 метров. Скорость на взлете и посадке зависит от взлетно-посадочной массы самолета и составляет от 240 километров в час до 280 километров в час. Набор высоты осуществляется на скорости 560 километров в час при вертикальной скорости 8 метров в секунду. На высоте 7100 метров скорость увеличивается до 675 километров в час. Посадка ночью на Мрии выполняется инструментально, то есть по приборам. С высоты выравнивания и до касания – визуально. По словам экипажа, одна из самых сложных посадок – в Кабуле, что связано с высокогорьем и множеством препятствий. Заход начинают на скорости 340 километров в час до высоты 200 метров и далее постепенно скорость сбрасывают. Посадка осуществляется на скорости 295 километров в час с полной выпущенной механизацией. Допускается касание взлетно-посадочной полосы при вертикальной скорости 6 метров в секунду. После касания ВПП сразу перекладывается реверс тяги на двигателях со 2 по 5, а 1 и 6 оставляют на малом газу. Торможение шасси осуществляется на скорости 140-150 километров в час до полной остановки самолета. Из-за высокой себестоимости перевозки на Ан-225 заказы появляются только для очень длинных и очень тяжелых грузов, когда перевозка наземными видами транспорта просто невозможна. Полеты носят случайный характер – от 2-3 в месяц до 1-2 в год. Периодически возникают разговоры о постройке второго экземпляра самолета Ан-225, но для этого нужен соответствующий заказ и соответствующее финансирование. Для завершения постройки необходима сумма, приблизительно равная 90 миллионам долларов, а с учетом проведения испытаний она возрастет до 120 миллионов долларов. Пока-пока, на этом все, подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео.